Желать нашей команде победы в обеих встречах на берегах Волги. Но то, что сегодня лисы показали, требует очень серьезного мужского разговора. И лидеры, прежде всего, должны были гораздо лучше сыграть. И Кузнецов с тем же Захаровым, и Канцеров с Квачко. Рома просто пока проваливает эту серию, надо быть откровенным. Да, ну и Данила Юров сегодня был далек от себя. И Рыбин тоже, и Накентий три очка набрал вчера, а сегодня в холостую отработал. Булиты, конечно, булиты ужасно исполнили все. То есть сами проиграли лисы этот матч. И можно назвать, наверное, в определенном роде это сенсацией. Вот тебе и четвертый матч за пять дней. У Лока хватило сил. Конечно, значительную часть этой встречи было невозможно смотреть. Я терпеть не могу тот стиль, который исповедует Лока в его сегодняшнем виде. Не играют сами, не дают играть другим. Это настолько унылый хоккей. Но против этого унылого хоккея рецептов магнитогорцы, к сожалению, достаточного количества рецептов не нашли. Ну что, будем закругляться. Ну, сейчас дождемся вот этих повторов голов магнитогорских. Все равно мы уже из хронометража необходимого выбились. Я не знаю, какое решение примут мои коллеги в службе выпуска телекомпании ТВИН. С какого места они начнут показывать игру от 3 марта. Самый крупный матч, самый результативный матч серии плей-офф между Металлургом и Борысом. Он должен был выйти в эфир еще примерно полчаса назад. Вот чуть меньше. Вот Гололобов. Да, лидерам надо крепко подумать над тем, чем они занимаются на площадке. В частности, вот сегодня. Вчера второй период полностью отдали сопернику. Сегодня сыграли, ну, просто ниже всякой критики в большинстве эпизодов. Да, то, что было доминирование, подавляющее по итогам основного времени 44-22 по броскам, соперник был не против. Это просто были, ну, очень много было бросков ради бросков. Без хитростных, неизобретательных, без добиваний. Что важно, когда вратарь соперника ловит кураж. Лисы сегодня провели, несмотря на 44 броска в створ, а сколько их сейчас всего было, посмотрим, вместе с овертаймом. Давайте посмотрим. Да, бросков было 49 всего вместе с овертаймом. И даже несмотря на почти полсотни бросков, это был один из худших матчей Лисов в нынешнем сезоне. Вот он, бросок Данила Гололобова. Да, шайба очень удачно для магнитоготцев нырнула вниз. И Шарпанов оказался к этому не готов. Но 47 отраженных сегодня у него. И 5 булитов, ни один из которых не позволил превратить гол. Шарпанов, это, конечно, делает его первой звездой встречи, несомненно. Да, он просто фантастическую сегодня продемонстрировал игру. Ну, а у Лисов действительно какое-то проклятие. Когда что-то с ними происходит в первых раундах, даже когда они занимают место заметно более высокое, они никак не могут выиграть серию уверенно. Последний раз это случилось, и то без особого блеска, в 2016 году. Шесть лет назад Лисы в последний раз прошли первый раунд плей-офф. С тех пор, даже занимая, например, второе место, а первое место не занимали никогда, кроме самого первого сезона в регулярке, вот даже занимая второе место, проигрывали несколько раз команде с седьмого места. То есть сейчас вот Лисы первые, и команда, едва вскочившая на подножку уходящего поезда, команда, едва пробившаяся в плей-офф уже в последнем своем матче 8 марта, на очко опередившая Белых Медведей из Челябинска, дает серьезный бой, и не просто дает бой, но и обыгрывает на чужом льду лидера Востока. Это значит, что морально, прежде всего, физически-то все более-менее у Лисов, они, видите, бросков много наносят и доминируют, давят, но морально не совсем готовы. Ну что, 14-го и 15-го Лисы играют в Ярославле, пожелаем им удачи. Эту трансляцию организовала и провела для вас бригада телекомпании ТВИН во главе с режиссером Максимом Пуртовым. У микрофона работал комментатор Павел Зайцев. Всем хороших выходных. Пока. Продолжение следует...